Крупнейшую частную авиакомпанию России, ТрансАэра, видимо, все же ждет банкротства. После отказа Аэрофлота от планов купить своего главного конкурента, инициатива перешла к банкам-кредиторам. Один из них предложил всем вместе забрать акции перевозчика себе, не прекращая деятельность компании, попытаться так вернуть часть кредитов. Но поддержки у коллег не нашел, и все-таки сейчас склоняются к худшему для ТрансАэра варианту. С особой тревогой за новостями о компании следят ее пассажиры. Продажи мест на рейсы приостановлены, но куплено очень много билетов на будущее. Журналисты подсчитали, за месяц всей этой ситуации акции компании подешевели в 8 раз. На фоне обрушения стоимости конкурента котировки Аэрофлота, наоборот, растут. Михаил Гаткинченко продолжит тему. Продажи билетов на самолеты ТрансАэра прекращены по всем направлениям. Большинство рейсов пока выполняются по расписанию, но пассажиры все равно волнуются. Удастся ли улететь вовремя по уже купленным билетам в будущем. Однако даже в справочной службе авиакомпании не знают точного ответа. Я не знаю, с билетами обратно, на обратный путь, авиакомпания ничего не говорит. Не 11 числа лететь обратно, а... А что это такое, вот так вот людей запугивать и вообще непонятную ситуацию устраивать? Почему нельзя толком рассказать, что происходит в компании? Ближе к обеду ситуация немного прояснилась. Впрочем, вместо руководства ТрансАэра с комментариями выступил генеральный директор Аэрофлота. С начала сентября именно Аэрофлот взял на себя управление и все расходы по обеспечению рейсов проблемной компании. Обслуживание в аэропортах, заправка топливом ежедневно только на поддержание деятельности ТрансАэра требуется свыше 200 миллионов рублей. Несмотря на столь значительную финансовую нагрузку, в Аэрофлоте заявили, они продолжат обслуживать пассажиров ТрансАэра по уже проданным билетам до 15 декабря. Обязательства компании ТрансАэра перед пассажирами будут выполнены Аэрофлотом. Это будет или перевозка пассажиров, или возврат денежных средств в полном объеме. Далее акционеры и кредиторы ТрансАэра должны будут принять один из вариантов по ТрансАэра. По данным Минтранса, билетов продано авиакомпании ТрансАэра пассажирам порядка 620 тысяч. Плюс на отдыхе сейчас находится порядка 70 тысяч россиян, которые купили туры с перелетом авиакомпании ТрансАэра. ТрансАэра вторая по объемам перевозок авиакомпания в России. На рынке почти четверть века первый полет совершили еще в 1991 году. Внушительный авиапарк, 106 самолетов. Каждый год приобретались новые машины. В руководстве компании планировали расширяться, но, видимо, не рассчитали финансовые возможности. Качество менеджмента, принятие на себя избыточных рисков. К сожалению, деловая формула компании приводила к тому, что она несла убытки. Слишком большое количество самолетов, избыточное количество мощностей. При низкой эффективности их использования построила компанию в очень тяжелое финансовое положение. Убытки компания несет уже три года подряд. В конце прошлого года общая сумма долгов превысила 150 миллиардов рублей. Тогда в российском правительстве было решено поддержать ТрансАэра. Авиаперевозчик получил 9 миллиардов рублей гарантий. Однако сегодня глава Минэкономразвития признал, что эти деньги лишь оттянули неизбежный финансовый крах. Сейчас долги оцениваются уже в 250 миллиардов. Основная часть как раз кредиты на покупку самолетов. Ситуация в авиакомпании ТрансАэра крайне запущена. Несомненно, так как она сейчас работает ежедневно, принося огромные убытки от операционной деятельности, долго продолжаться не может. В этой связи будет резко изменена ее карта маршрутов. Будет оптимизирован парк воздушных судов. То есть она будет значительно ужиматься. Сообщения об отмене первых рейсов приходили уже сегодня. Так, по некоторым данным, был отменен вылет в минеральные воды из Москвы, так же, как и два рейса Москва-Симферополь. Пассажирам предложили вылететь с задержкой уже другими самолетами. Все пассажиры, которые были забронированы на рейс на 1450, перебронированы на разные рейсы. Поэтому все они улетят. Впрочем, это только начало. Из зимнего расписания ТрансАэра, которое начнет действовать только в конце октября, уже вычеркнуты рейсы. В Перм, Калининград, Новосибирск, Астрахань, Благовещенск, Ставрополь. В Росавиации создан специальный антикризисный штаб, где сейчас определяют, какие российские авиаперевозчики и на каких маршрутах смогут заменить ТрансАэра. Другой вопрос, что делать с самой авиакомпанией. Один из наиболее вероятных сегодня вариантов – банкротство. Этого сценария пытались избежать до последнего. В начале сентября предполагалось, что, возможно, Аэрофлот приобретет 75% плюс одну акцию за символический 1 рубль. Правда, в нагрузку к акциям шли и долги на четверть триллиона. В итоге от идеи продажи ТрансАэра целиком одному покупателю отказались. Теперь, скорее всего, продавать будут по частям. Прежде всего, самолеты – самое ценное и ликвидное имущество. Другой вопрос, что делать с 11 тысячами сотрудников ТрансАэра. Скорее всего, они смогут трудоустроиться в другие авиакомпании. В том же Аэрофлоте уже заявили, что готовы принять на работу около 5,5 тысяч человек. Михаил Акинченко, Анна Заякина, Лилия Зорина, Артем Тихонов. Первый канал. Ну, в общем, что касается пассажиров, всем, кто купил билеты на рейсы ТрансАэра до 15 декабря, обещают, что они так или иначе улетят. Остальным вернут деньги, даже если это были невозвратные тарифы.